Ну что ж ты так? Дай помогу! Ебать ты молочком! Ну если только чашечку чая. А есть еще что пожрать? Бери, бери, я не хочу. Э, куда тебе? Собь пердак, видела? У меня как раз есть два билета в оперу. И что, она тебя реально в оперу позвала? Ну не расстраивайся ты так, все будет хорошо. Не реви, ща маханем, а потом ему тачку отхерачим. Да конечно я за ней присмотрю. Но я ж сказала, она согласится. Все, поехали в аэропорт. Поздравляю тебя с твоим днем рождения. Пусть все твои мечты сбываются. Слышь, Писька, я тебя люблю. Доченька, лежи, отдыхай, я пошла на работу. Да, идите все в школу, лошары. Че вы там контрольную писали? А я телек смотрю. Че, по матчиши дофига задали? Не, я не буду делать. Пойду лучше приставку погоняю. Ну как ты себя чувствуешь? Плохо себя чувствую. Я, наверное, завтра тоже в школу не пойду. Че так? 38,7. Мне надо до работы идти. Ой, нет-нет, я не пью. Как же я сегодня нахерачусь. Какой кошмар сейчас слушает нынешняя молодежь. Здесь подают великолепные медальоны из телятины. Сосисок с дошер покроши, вообще шарман будет. Я абсолютно солидарна с вами. Это неслыханная бестактность. Он че, охуел? Я сейчас, читая Солженицына, очень интригующе. Я так орнула с тобой мимасиком в голосину. В свободное время я люблю ходить в театры, в музеи, гулять на свежем воздухе. Угадай, что я буду делать на выходных. Нихера! Современный мир пропитан фальшью. Важно всегда оставаться самим собой. Наташка! Я с таким парнем познакомилась! Он умный, красивый и 100% не такой мудак, как мой бывший. У него даже имя красивое. Сережа! Наташка! Ты веришь, что у каждого есть вторая половинка? Мы смотрим одни и те же фильмы, читаем одни и те же книги и даже договариваем фразы друг за... Вот видишь, даже у нас с тобой нет такой близости. Как дела с Сережей? Нормально. Нормально. Нормально! Ты извини, что я так поздно, но... Это просто невозможно! Он конченый эгоист! Он вообще ни во что меня не ставит! Можно я у тебя пожелу? Наташка! Я с таким парнем познакомилась! Он умный, красивый и 100% не такой мудак, как мой бывший. Сережа! Она жила обычной беззаботной жизнью и думала, что так будет всегда. Да, ничего не предвещало беды. Но этот день настал. Доченька, поздравь бабушку с днем рождения. Ну там это, с днем рождения тебя, счастья тебе, здоровья. Чтобы этот твой терапевт нормально принимал. А чтобы на почте посылки от тети Зины не воровали. А чтобы дед тебя на поминках перестал позорить. А чтобы малыша вы чаще показывали. Чтобы КПРФ на выборах победили. А, ну тогда, чтобы Путин не болел. Да нафига мне вообще замуж? У меня учеба, друзья, тусовки, хобби. Если я и выйду замуж, то свадьба будет в Париже. Кольца будут в Булгаре. А везти свадьбу будет в Ване Ургант. Если, конечно, я не за него буду выходить. Грибоедовский ЗАГС, платье на заказ и медовый месяц на Пали. Сказочно ебали. Зай, тут на Алиэкспресс скидки на свадебное платье. Я вот думаю, брать, не брать. Слушай, мама сказала, что у них в столовке теперь банкеты проводят. Можно там свадьбу отгулять. Они еще и скидку сделают. Слушай, может распишемся? Я тебе вон уже третьего родила. Родители начинают задавать вопросы. Похуй. Просто похуй. Доченька, вот и ты выходишь замуж. Какую свадьбу хочешь? Булгари? Юлгари! Это наша свадьба. Только наша свадьба. Мам, я получила пятерку. Я не получила люлей от шефа. Ого, я прошла миссию с вертолетиком. Ого, я прошла сегодня целых два километра. А Мишка сегодня нес мой портфель до дома. Ого, Миша, спасибо, что вчера меня до дома дотащил. Я выросла на целых два сантиметра. И я похудела на два килограмма. На этот Новый год я всю ночь не спала. На этот Новый год я вообще не пила. Ну, почти. Я сделала всю домашнюю работу. Я сделала всю домашнюю работу. Я накрасилась, и я красивая. Я не накрасилась, и я красивая. Я заняла первое место на конкурсе чтецов. Первое место на Олимпиаде по русскому, литературе и математике. Первое место по пинанию хуев. Я еще не знаю, кем стану, когда вырасту. Я все еще не знаю, кем стану, когда вырасту. Прикинь, мой мне шубу из песца подарил. Козлина, я же из Чернобурки хотела. Женщина создана только для того, чтобы наслаждаться жизнью. Я хочу на выходные в Нью-Йорк, а этот меня в Париж тащит. Романтик хреном. Вчера спрашиваю, куда мы идем узинать. Знаешь, что он сказал? Может, ты сама что-то приготовишь? На Новый Год надо в Дубай лететь. Таиланд, помойка. Он подарил мне сумку Гуччи. Я вообще не люблю Гуччи. Не хотела Гуччи. Он взял и купил Гуччи. Машину мне купил. И что, я сама рулить буду? Где водитель? Между нами все кончено. Он подарил мне кольцо с желтым бриллиантом. Желтый – это цвет разлуки. Мадам, ты ебуго? Вот нахера мы вообще сегодня сюда пришли? Никто ж работать не будет. Здрасте, Петр Семенович. Сидим, работаем. Все как положено. С наступающим. Ганна ты штопанный. Корпоратив зажал. Чтоб свою шмару секретутскую в Таиланд свозить. А ты че такая веселая? В маркетинге наливают? Как манит облака в чужие берегае. Рекомендую также заглянуть в отдел продаж. Серег, а сбегай в магазин. Ну я уже во всех отделах припухнула. Неудобно. Ребята, вы такие классные. Мы же не просто коллеги. Мы семья. И даже этот Петр Петр Семенович. Вот такой мужик. Дом, но хороший. На утреннике я буду снежинкой. На корпоративе я буду говно. У Дедушки Мороза я попрошу Барби. Хоть бы дочь попросила какой-нибудь Барби, а не айфон. В холодильнике столько вкусного. Но мама сказала, что это на Новый год. В баре столько вкусного. Но я сказала себе, что это на Новый год. Хоть бы маму с папой подарили коньки. Хоть бы маму с папой подарили деньги. 31 декабря время идет так медленно. Никак не могу дождаться праздника. Как уже 8? Шевели кораблями, нам еще 4 салата рубить. Мам, подружка сказала, что Деда Мороза не существует. Смирись. Утро 1 января не существует. Все праздники буду кататься на санках, играть в снежки, лепить снеговиков. Все праздники я буду спать. Пап, если будешь плохо себя вести, Дед Мороз к тебе не придет. Зато Белочка придет. Новый год – это время чудес. Чудо будет, если я после праздников джинсы в лету. Субтитры сделал DimaTorzok